поехали у меня другие мысли в голове как я там буду в этой деревне от своего города мне же нужны наркотики каждый день каждый день два раза я начинаю готовиться к этому я знаю что я вам отказать не могу я коплю деньги я стараюсь взять чтобы мне так хватило я уезжаю туда в деревню мне там не хватает все равно ты бросаешь брак уже ломает там чего только не происходит и причем следует когда он зовет меня в деревню по моему что-то другое я нахожу кучу причин чтобы не поехать и на эту миллион причин причем два брата тоже специально делал до чтобы тебя как бы вырвать это его нет это просто у меня помощи ты просто так что делать да 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 он просто ко мне он просто звонил и говорил в общем слушай в следующем месяце мы идем в деревню на столько-то дней ты нам там нужен ты нам там нужен я не могу ему сказать брат есть брат родной брат я же тоже к нему обращаюсь за помощью но мне прямо говорю очень затаривайся запасайся сколько тебе надо чтобы ты там у нас не ныл что тебе пора домой что у тебя там что-то случилось что у тебя там где-то какая-то авария тебя вызывают твои заказчики какие-то все едем в деревню ты отключаешь телефон и с нами ты живешь там несколько дней я готовился к этому заранее ну а если просто допустим родители приедут скажем срочно собираюсь поехали куда-то я не поеду потому что перед у меня сразу же будет мысль а как я завтра проснусь а где возьму смена остановки для наркомана смерти подобных смена места жительства на первых порах вот просто проверить вот так вот проверку употребляет ли ребенок хорошо дальше по употребляет все являет что-то решать неужели это вполне устраивает окажите нет они устраивают обозначить а не продавая смысл твоей жизни к чему ты должен называть ты можешь поэтому поговорить по этому я могу говорить кем угодно вот сейчас взял ко мне вообще я считаю своим сейчас предвозначение разговаривать он взять только с зависимым людьми а также с независимым 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 моего помощи знакомые родные а вот висе как у меня когда-то ко мне пристали может как пристали отгонял вырастать от меня у меня все нормально я все шкалами вот из употребляешь то я употребляю ну не нормально меня это устраивает люди месли с этими разговорами но вот у меня есть такая ситуация да ему все нормально до конца концов когда стало ненормально а ненормально стало я уже дошло до того все равно рано или поздно это придет вот тогда я вспомнил о том кто ко мне лез с этими разговорами кто мне предлагал помощь но я не знаю тут есть разница в государстве тяжелее тяжелее зачем они эту методомную программу тарас самая страшная украина методом у нас я думаю если бы убилет методомную программу 90 процентов на него встали подписали потому что уже все согласились поставили крест на своей жизни наркоман и им все равно лишь бы только был наркотик лишь бы был наркотик здесь тоже огромное количество наркоманов я не знаю как это объяснить допустим у меня вот пятиэтажный дом в подъезде пять человек колется пять человек в пятиэтажном доме 20 квартир 104 квартира на этаже 20 квартир из них 5 наркоманов и так вот весь дом весь район весь район и городу просто не было невыносимо прокормить наркоманы не работают они просто бегают по улицам долбят молотками по голове воруют раздевают машины поэтому наркоманы тяжело выжить милиция работает милиция серьезно работает я не вижу здесь столько количества милиции сколько там там один маленький пересекается с другим один только проект вот уже выезжает другой наркоману тяжело пройти по улице его внешний вид сразу же привлекает внимание его видно издалека милиции вот так же видит издалека наркоману просто страшно выйти на улицу он боится что вы сейчас поймаем милиция сразу же закрывает сажать на пять суток сразу же поэтому в россии наркоман хочет изменить свою жизнь его принудили как ему чтобы изменить тяжело дать так денег наркотики потом тяжело еще купить сами наркотики поэтому российский наркоман хочет согласен да и вот он подтягивает подтягивают подталкивают согласен а как ты наш вообще на что ты кололся но это я работал для меня это не а две несовместимые вещи работающий наркоман заживание в основном работают таксистами на вашу как выводят людей первое чего лишается у нас наркоман это прав а у нас они работают таксистами и на вашу как может и не каждый день по наркотическим даже родители не знали что я употребляю меня уже лишили прав пять лет я скрывал от мамки что что употребляю она не знала что я употребляю меня лишили прав я тоже она вроде аж за что тебя прав лишили даже нарушение там навстречную и все такое ну ладно а потом она нашла просто документы она узнала первое чего лишает у нас наркоман это прав а потом уже лишается работы работающий наркоман это у нас это не совместимые вещи поэтому наркоманы все не работают где наркоману взять денег только где-то у кого-то отнять украсть наши все наркоманы сидят все наркоманы сидевшие с кудимой вся жизнь наркомановская сидел посидел вышел опять закололся посидел вышел опять закололся я различаю что такие алкоголи наркоманы зависимость это как бы она что страшнее не могу сказать что страшно страшно все то и другое приходит человек допустим алкоголика говорит но я вот я лучше стакан выпью но никогда в руки шприц не возьму это не лучше это хуже и это плохо и это плохо есть такие мы их называем кайфажеры вездеходы они пьют и колется одновременно есть такие я думаю это зависит от региона и того наркотика которые они употребляют разные наркотики разные содержания допустим если у нас вот в нижнем новгороде редко увидишь наркомана пьющего алкоголь невозможно совместить с алкоголь и наркотики наркоман не может пить потому что у него просто организм не примет его рвет наоборот владимирский регион там вполне нормально они пьют и колется одновременно такие есть которые играют другой разницы нету все ведет в погибель хоть то хоть это костя костя а уже за посмотреть дата с утра надо чтобы он созвонился с риэлтором пусть позволил это в принципе для если будет вариант по дому мы поедем обязательно пусть он ему позволяет по дому по дому едем тогда смотри да и мы съедим и так я хочу сегодняшний пикаму мы прогулялись ко мне так скажем удобно долго ходить одегусь ну все пусть и звони спрашивай у него он отправил уже собрал сумка мешки и баулы в интернете увидишь я снимал это все баулы просто и не просто какую-то хлама нормальные вещи знают супер вещь нас россии очень много центров мы как бы корни все магазины как хлебопекарни китай письма прошением о том чтобы нам отдавали просроченный правду правильно здесь надо то же самое сделать и здесь надо уже собрать делать вы питались красной рыбой фруктами я не обещаю вы должны тут питаться костя а нельзя позвонить человеку спросить может если что на западом по 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 офису можно чуть позвонить чтобы не привязаны где мы здесь вот жизнь для него это не принципиально то лучше завтра с утра я не знаю что как раз глядя ну это как бы там блин там уже история я думаю да там удобно так? на тот дом наверное надо спрашивать на какой? который смотрели который сегодня смотрели? это нормальный дом да скинь еще он и я делю он еще сможет скинуть в ривен 500 он еще скинь а по чему? 4 а где находится? рядом почти рядом мне кажется рядом алло оксана здравствуйте константин ну что мы все не посмотрим сегодня нет ну все отлично давай перекусим пошли перекусим Женя конечно пошли ясно ты на довольствие мне поставил ну и звоните звоните да завтра звоните что там решился решился пошли и ты постишь? ну я постишь? или еще не готова? или еще не готова? или еще не готова? а через сколько будет? через 10 ну подождем не вопрос потому что не думал вообще ничего не подождем минут через десять будет подождем вот это вот вообще вот ручки все от урода вот так да успокойся ручки у него оттуда это вообще фигня это вообще фигня там как курено там конечно воняет никотином но это тоже это все несколько дней оно вылетает да вылетает вылетает они курят просто там вожди что там говорят? вожди просят фотографии этого дома это кто просит? девичьи это кто? или яркий? ромка так еще ты сразу не снял я жду да я не знаю что это как-то я думал что это ей не нужно фото или не фото да в принципе зачем им это фото? мы что предлагаем кучу вариантов? у нас один единственный вариант какие видео есть? более-менее подходящие более-менее видео есть? нет видео ничего нету мы ж сняли в том доме? конечно мы ж снимаем так? а Женя ж как оперативная сила ты снимал в том доме? да? видишь он даже не замерил он даже не замерил а камни какие у тебя растут? так будь начеку лишним не говорите да? воровей 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 ну ладно трикоты дели спасли не надо вмотал кто-то да? вмотал кто-то трикоты у меня есть зимний я тебе могу предложить не надо зимний не надо зимний ну я думаю вариантов у нас нету и не будет я здесь неделю нахожусь и невольно много смотрел ты неделю ищешь да? неделю ищу а я не знаю я никогда не занимал по поисками домов я не знаю неделю еще дом правильно Костян? а как? неделю здесь? ну еще его только неделю ищите да и вот из тех вот это наверное третий вариант который мы посмотрели да это тренинг хомяк мне хозяин понравился и хозяин нормальный такой он реально понравился чего здравый здравый дядя как он сразу честно сказал дом на продаже как бы но в любом случае даже если я три месяца покупателя найду там больше пока он документ пока он сдает в аренду вот так он хочет его продать у него документы не готовы документы не готовы даже если он найдет покупателя пока он будет готовить документы там это как минимум три месяца будет время съехал три месяца будет по-любому без посредников вообще нормально а то последний долг много берут? половиной стоимости за первый месяц и все больше еще как бы две тысячи за то что они нашли да? да ну по-честному они же ищут конечно каждый труд должен быть оплачен каждый труд должен быть оплачен любой Сרב they're да соответственно вот какие какие когда